Привет, друзья! Сегодняшняя история не имеет двойных смыслов, она проста и понятна. Вот только спустя 68 лет после произошедших событий, она так и остается в фантастической спасательной операции, которую провели сотрудники береговой охраны Соединенных Штатов. В 2016 году в мировой прокат вышла кинокартина «Игрянул гром», посвящена она реальным событиям, которые произошли в феврале 1958 года. Подвиг добровольцев в спасательной шлепке заслуживает внимание зрителей. Кем же был по жизни главный герой фильма? И что же все-таки произошло в день шторма? Офицера, служившего в береговой охране на станции Чатам, звали Берни Вебер. Появился он на свет 9 мая 1928 года. В семье священнослужителей, кроме Берни, росло еще три сына. И хотя парню в годы войны не было еще 18 лет, он пошел служить в армию. Когда закончилась война, Берни был переведен в береговую охрану. В 1952 году Вебер был помощником Боцмана. 12 февраля этого же года на северо-востоке США разбушевался мощнейший ураган. Он стал причиной шторма, накрывшего все побережье. В это время недалеко от полуострова Кейп Кот находились в пути два нефтяных танкера – Форт Мерсер и Пендлтон. Гигантские волны швыряли судно, словно это были игрушечные кораблики. В результате урагана на Форт Мерсер команда обнаружила течь. Немедленно было передано сообщение о бедствии, а уже в следующем сообщении говорилось, что танкер раскалывается. Береговая охрана немедленно отправила пять своих катеров на спасение команды. Кроме того, для выяснения ситуации к месту крушения вылетел самолет. Возвращаясь назад, пилот Джордж Вагнер заметил танкер Пендлтон, который был точно также расколот. Все произошло настолько стремительно, что никто из членов экипажа даже не успел подать сигнал СОС. Все матросы, находящиеся на носу танкера, погибли. Оставала в живых лишь та часть команды, которая изо всех сил держалась на корме судна. Пилот сразу же передал на берег координаты, где терпит бедствие танкер. Но все прекрасно понимали, что люди на остатках судна обречены. Спасти их могло лишь только чудо. Ведь все катера в этот момент спасали другую команду и находились на расстоянии 60 километров от этого танкера. Берни Вебер – офицер береговой службы со стажем. Поэтому он прекрасно понимал, что нет времени ждать возвращения служебных катеров. Поэтому он взял всю ответственность за операцию по спасению на себя. В то, что людей можно спасти, никто не верил. И считали поступок Вебера безумием. Но все же нашлись и другие добровольцы. Спасатели вместе с Берни на моторной лодке отправились на поиски экипажа тонущего судна. У самого берега шлюпку едва не потопили огромные волны. Но ребята выстояли и отправились дальше на поиски. Когда Пендлтон был обнаружен, перед отважным экипажем встала другая проблема. Выяснилось, что 32 людям удалось уцелеть, а спасательная шлюпка рассчитана только на 12 человек. Перегруз может оказаться фатальным. И Берни Вебер снова идет на риск и забирает всех выживших. Очень медленно и осторожно среди огромных волн спасательный катер возвращается к берегу. Героя встретили местные жители, которые, несмотря на мрачные сообщения по радио, не теряли надежды. Общими усилиями в тот февральский день удалось спасти 32 человека с танкера Пендлтон и 38 членов экипажа Форт Мерсер. После успешной спасательной операции, которая была отмечена как одна из самых выдающихся в истории береговой охраны США, Берни Вебер и члены его экипажа были вознаграждены золотыми медалями за спасение жизни. Соотечественники назвали их поступок подвигом. Однако сами же участники тех событий всегда считали, что просто честно выполняли свой долг. После описанных выше событий, Берни был перенаправлен из Чатума в береговую охрану Бутсхола, где прослужил вплоть до 1954 года. В 1955 году он с семьей был вновь направлен в Чатум. Интересно, что в личной жизни нашего героя значительную роль сыграла береговая охрана. Берни Вебер познакомился со своей будущей женой Марием Пентинен, когда служил в Северном Трура. Они поженили 16 июля 1950 года в Милтоне. Церемонию бракосочетания проводил отец Берни, который был священником. Окончательное семейство покинуло Чатум в 1963 году. Затем были военные действия во Вьетнаме, в которых Берни, будучи офицером ВМС США, также принимал участие. Закончил свою службу в береговой охране Вебер в 1966 году. После этого он еще служил в инженерном корпусе. Успел поработать в фирме по выемке грунта с одноморья. Даже выйдя на пенсию, старый морской волк не сидел сложа руки. До последних дней Берни вел активную общественную деятельность. Им было написана книга «Маяки и спасательные шлюпки Чатума». Он был преподавателем в штате Мэн, вел основы морского дела. Умер Берни 9 мая 2009 года, прожив 81 год. Хоронили его как героя, со всеми военными почестями. Такая вот история об удивительном героизме моряков и проявленному ими долге, которая основана на человеческих качествах, мужестве, самоотверженности, любви и храбрости. Друзья, если вам понравилось это видео, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч!